Всем привет, друзья! С вами сегодня Виктория Марс, и сегодня наше видео будет посвящено покупкам из магазина шейн. Это китайский магазин, такой же, в принципе, как Алиэкспресс, только по качеству отличается. Качество на шейне намного лучше, чем на Алиэкспрессе. Ну что ж, поехали! Первым, что я хотела бы вам представить, чехол, который прошёл мой краш-тест, потому что я ехала на скорости где-то 20-30 км в час, у меня выпал телефон вместе с этим чехлом. Как вы можете видеть, вот чехол повредился. Ну, я сейчас, к сожалению, не смогу вам показать телефон, но телефон в целости и сохранности. Так что краш-тест по поводу падения, он прошёл этот чехол, но я бы его не рекомендовала, потому что вот эта вот душка внутри, она постоянно поддевает защитное стекло. За счёт этого образовывается постоянно воздух под стеклом, и не очень так приятно. И плюс вот эти кнопки, они очень сильно дубовые, очень тяжело их нажимать, и он очень сильно пачкается. В принципе, я его не рекомендую, хотя он и красивый. Купила я зачем-то такую вот скакалку детскую, но я думала, что она будет длиннее. Вообще, для детей очень прикольная скакалка. Теперь резинки. Резинки для спорта я заказывала. Значит, тут три резинки. Лайтовая, средняя и самая типа жёсткая. Так вот, я в основном пользовалась только самой жёсткой резинкой в течение месяца. И вот, в принципе, что с ней происходит. Она уже начинает понемножку надрываться. В принципе, за три доллара на свою цену оно, в принципе, соответствует. Как бы месяц-два попользовалась, и всё, покупай себе новые резинки. Ну что ж, это были вот такие вот мелкие покупки. А теперь, прошу, перейдём к самому интересному. Ну что ж, друзья, теперь мы перешли к самому интересному. Вашему вниманию представляю вот такой вот топик. Неплохой. Нигде ничего тут не просвечивается, как мы видим. Ещё вот прикольные тапки я себе купила. Вообще, я их покупала для того, чтобы ходить на улицу. Но, в принципе, они такие удобные и комфортные, что я хожу в них дома. Потому что нога не потеет, не бреет. Ну и, в принципе, они сами по себе. Вот. Очень красивые. Теперь я хочу вам представить более элегантный наряд. Вот с этим вот красивым топиком, с такими красивенькими шортиками. И вот этими босоножками. Это всё я покупала на шайне. Также вот красиво он очень сзади смотрится, этот топик. Это большой такой элегантный аутфит. Стоимость босоножек где-то была 45 или где-то порядка 50 долларов. Эти шортики, они шли как бы в комплекте с другим топом, который вы увидите в следующем сете. Так что вот такой вот красивый аутфит. Ну что ж, вот теперь я надела уже тот топ, который шёл вместе с этими шортиками. Но мне, если честно, кажется, что тот топ даже был красивее, чем этот. Вот. Так что напишите мне в комментарии, какой вам топ больше нравится. Этот или тот чёрненький. Хотя, кстати, между тем чёрненьким можно было выбрать ещё белый с такими золотыми лямками. Но просто белый не под всё подходит. Хотя белый намного бы, мне кажется, красивее смотрелся с золотыми лямками, чем тот чёрный. Но тот чёрный тоже неплохой. Итак, теперь перейдём к следующему. Теперь вашему вниманию хочу представить вот такой костюм. Внизу это просто что-то с чем-то. Какие-то шаровары, как будто бы шахерезана. В общем, низ костюма это просто ужас. Отстой. Я не понимаю, как с моим таким маленьким размером могли вот сделать просто вот такие шаровары. И зачем? Это, извините, какая у меня воля не должна быть. Это просто штаны, это просто ужас. Верх идеальный, прекрасный верх. А штаны, ну, видимо, на них решили не тратить своё время. Вот. Также я представляю вашему вниманию тапочки. Очень прикольные, мягкие, тёплые. Но они только на зимнее время. Потому что летом у них дико сильно посеет нога. И для лета я использую только вот те вот тапочки, которые я заказала. Они прикольные. У них нога не потеет, всё прекрасно. А в этих просто жуть какая-то была. У меня ноги надо было, приходилось мыть, наверное, по три раза на дню. Потому что вообще просто жесть, как прелома. Как вам мой вот этот прикид? Шаровары, конечно, просто отстой. Зачем? Не знаю даже, зачем было вот такие вот штаны делать? Я что, какой-то клоун или что? В общем, моё мнение, что верх идеальный, низ просто отстой. Теперь вашему вниманию представляю такой спортивный костюм. Вот здесь он на меня большой. И сзади вы можете видеть, что немножко выпирает. Но в принципе, в целом, как для занятий спорта дома, отличный костюм. Также могу вам продемонстрировать заодно скакалку для детей. Потому что надо очень высоко прыгать, чтобы не задевать. Вот так вот. Я просто хотела попрыгать, потому что у меня соседи, если честно, уже достали. Со своими детьми, которые постоянно скачут. Поэтому можно, в принципе, и поскакать. Мне осталось вам показать ещё две кофты. Ну, как кофты. Кофта, куртка. Как хотите, так и называйте. Вот такая вот прикольная кофточка. С буквой А. Не скажу, что плохого качества, хорошая. В принципе, ходить можно. Последняя кофта. Вот такая вот кофта. Это я брала себе очень тёплую кофту, потому что меня достало, что даже в мае тут было дико холодно. Хотя это был конец, извините, весны. А в этой Канаде снег падал и было плюс пять только. Вот. Так что я взяла себе такую тёплую кофту на все случаи жизни, чтобы мне всё время с кусками таскаться. Чтобы была хоть какая-то тёплая кофта, в которой можно выйти на улицу без курточки. Вот. Неплохая кофта. И очень тёплая. Проверяла. Уже. Так что вот так вот. На этом наше видео подошло к концу. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Поставьте мне палец вверх. И дальше будет ещё много интересного.